Ковер из подорожника у подъезда расстелился, кажется, не случайно. Получить травму здесь не составит труда, особенно в темное время суток. Прорыв воды, и сюда все текло под пол. И текло уже примерно, наверное, с 17-го или 18-го года, потому что здесь все размыло, все отвалилось. Сырость, доски сгнили, влаги сгнили. На первом этаже и вовсе можно уйти под пол, рассказывает Павел. Один из жителей дома. Огромная дыра прикрыта лишь линолеумом. Несчастных случаев пока не было, но это пока. Я, конечно, была в шоке от того, что люди живут в таких условиях. То есть я стою, разговариваю с ним, и в какой-то момент мои каблуки просто провалились в этом полу. То есть пол настолько гнилой, под тяжестью 47 килограмм, пол просто обвалился. Депутат Гурсовета Новоалтайска Мария Афонькина готова добиваться справедливости вместе с жителями дома. С Павлом оббивают пороги управляющей компании. К слову, причина столь удручающего состояния подъезда и квартир на первом этаже дома 1953 года постройки – сгнившие трубы. Все, чем пока помогли в управляйке, поставили на них хомуты, чтобы остановить многолетнюю течь. Сейчас идет разговор, как меня? Черезверх, под низом или вдоль стены в квартире. Этот разговор идет уже очень долго, месяц, наверное. Приду, к Лагно ходил. Это кто? Это управляющая компания. Пообещал, что будем делать. Ну и все делаем. Руководитель управляющей компании Александр Александрович Лагно. К сожалению, на телефонный звонок он и так и не ответил. И я заглянула к начальнику юридического отдела. Совсем недоброжелательный был прием. Очень резкие, грубые ответы, я бы так сказала. И к огромному сожалению мы не пришли к общему, так скажем, согласию. Он объясняет тем, что очень маленькие вот эти взносы жильцов и той суммы, которая необходима для замены пола, либо для вот именно замены трубы, не имеется возможности, так скажем, финансовой. Мы тоже дважды пытались дозвониться до руководителя управляющей компании, но тщетно. А вот Павел все еще надеется, что хотя бы в сентябре трубы и пол поменяют. Правда, на всякий случай уже продумывает, как можно самостоятельно закрыть дыры в зимний период. К слову, дом не признан аварийным и подобных в округе достаточно. Люди живут, сами ремонтируют, что-то делают. Вот как вот этот пенсионер, мужчина, закрывают дырки в полу обычными досками. Управляющая компания никак не реагирует. Мария Афонькина все еще надеется на решение проблемы жильцов 12-квартирного дома вместе с УК. Но готова при необходимости написать о ситуации на Ударника 26 и на сайт президента страны. Ведь так жить нельзя, уверена она. Подорожник, даже в таком изобилии, находящийся под окнами дома, точно не поможет. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.